Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Самые первые дни на острове любви у Вани Барзикова и Лизы Полыгаловой начались с конфликтов. А сейчас новая ссора обернулась настоящей поркой. Иван проучил девушку, он повалил ее на пол и отхлестал мокрым полотенцем. На острове любви среди пар провели конкурс, в ходе которого ребятам нужно было назвать максимальное число свадебных обрядов. В этом состязании победил Андрей Чуев. Марине в качестве подарка был вручен профессиональный макияж, а также прическа в день конкурса. Майя Донцова хочет строить отношения с новеньким Захаром. Они планируют отметить вместе Новый год, но не могут определиться, где это сделать – в Москве или в Кемерово. Планы Захара уже входят познакомить Майю со своими родителями. Элен Каминская пожаловалась в своем видеоблоге, что ей сложно найти любовь. У нее эффектная внешность, как считает сама девушка, большой опыт общения с мужчинами, в том числе и с женатыми. Но в любви почему-то не везет. Саша Харитонова рассказала, что Илья Ябаров уже передумал звонить своей бывшей жене. Хотя недавно всех уверял, что намерен принимать участие в жизни своей дочери. Что это – страх быть отвергнутым, пишет Харитонова? Или же боязнь сильных чувств, которые могут опять вспыхнуть при встрече? Глеб Жемчуков рассказывает о творческих успехах. Он написал пять новых песен и скоро их опубликует. «Молодец, толстяк, красавчик Глебася!» – хвалит он себя. Ира Пинчук ответила своим подписчикам, которые постоянно спрашивают ее про ее отношения с молодым человеком, ради которого Ира ушла с проекта. «У нас все хорошо, прекратите наводить панику». Стало известно о полном провале на выступлении Ольги Бузовой в клубе в Орле. Поскольку Бузова не обладает никакими вокальными данными, она пела под фонограмму, а не вживую. И судя по видеозаписи, которую опубликовали в интернете, когда фонограмму заела, девушка сбилась и потом даже не смогла вспомнить слова своей песни. А в ближайшее время Бузова едет в Краснодар. Она будет опять выступать со своей песней в ресторане. Один из самых первых участников «Дома-2» Александр Нелидов стал отцом. Как вы помните, на проекте он женился на Наташе Павловой, но затем ребята развелись. Наталья Павлова после расставания одна не осталась. Она стала жить с другим мужчиной, и у нее от него уже большой ребенок. Саша Нелидов пишет. «Ура! Завершился самый счастливый день в моей жизни. Я первый раз стал папой». Женя Гусева прокомментировала свой конфликт с бывшим мужем. Как вы помните, она спрятала своего сына Даниэля от отца и не пустила его на праздник. Вот что сказала Гусева журналистам. «Я Антону предложила прийти спокойно домой, попить с ним чай с тортиком и не везти ребенка на какую-то вечеринку. Он мне сказал, что это его не устраивает, он хочет его забрать. Я же не позволила ему везти ребенка, потому что не хочу у Даниэля осложнения болезни». Татьяна Владимировна Африкантова, которой не удалось подружиться с Ириной Александровной Агибаловой, опубликовала снимок в своем блоге. «Это фото сделано несколько лет назад в сауне. Прислали люди», – пишет Африкантова. Агибалова бухает в бане с бывшей участницей. Вот истинное лицо Агибаловой, а сейчас прикрывается пирожками и стряпней. В сети появились слухи о скором появлении на проекте сестры Саши Гозиас. Как вы помните, Гозиас и Костя Иванов находятся в гостях в северной столице, где они и пообщались с родственниками Саши. Девушку зовут Екатерина. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.